Мы продолжаем выпуск. По факту взяточничества возбуждено уголовное дело в отношении судьи Октябрьского районного суда, сообщает пресс-служба Департамента финансовой полиции. Недобросовестный служитель Фемиды в начале августа потребовал от гражданина 100 тысяч тенге за положительное решение вопроса по гражданскому делу. Напомним, в конце июля в финансовую полицию обратился гражданин с заявлением в отношении судьи Октябрьского районного суда. В заявлении подробно расписано о вымогательстве служителя Фемиды суммы денег за положительное решение вопроса по гражданскому делу. Уже в начале августа в здании Октябрьского районного суда финансовые полицейские судью задержали. В служебном кабинете он получал 100 тысяч тенге из рук посредника, адвоката Клеймана. В отношении адвоката уже возбуждено уголовное дело, а вот в отношении судьи дело возбудить может только генеральный прокурор страны. В результате 15 августа текущего года Генеральной прокуратурой Республики Казахстан в отношении Лыгмеджанова было возбуждено уголовное дело по статье 311 в части 4 пункта Уголовного кодекса Республики Казахстан. То есть получение взятки лицом, занимающим ответственную государственную должность путем вымогательства. То есть мы ходатайствовали о возбуждении уголовного дела по части 3, а возбудили по более тяжелой части 4. Недобросовестному служителю Фемиды грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Однако мера пресечения еще не избрана, поскольку тот находится на лечении в больнице. А вот по делу с открытым колодцем в Тимиртау обвинение пока никому не предъявлено. Напомним, что 24 мая открытый люк стал причиной гибели двухлетнего ребенка. Все это время сотрудниками Финпола проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия, по окончанию которых будет решаться вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц. Круг подозреваемых в общем устанавливается, конкретно лиц нет. Знаете, что мастера там отвечает за целый город и конкретно привязать каждого человека к одному люку мы не можем. Если сложности никакой нету, я думаю, в ближайшее время уголовное дело будет направлено в суд, совет и заключение.